По словам начальника отдела культуры и искусства городского департамента социального развития Дмитрия Чернавского, разработана общая концепция празднования Дня города в Азове, которая включает в себя множество мероприятий. Сюда вошли спортивные мероприятия, эстафеты, спартакиады, городские соревнования и конкурсы. Потом у нас кроссы, спорт предлагает. У нас предлагают мероприятия, также централизованная библиотечная система, тематические информационные мероприятия. Но основополагающими мероприятиями станут концертные площадки по городу, в парке культуры водохожим Чужина Азова, городской парк, площадь перед ГДК. И также основные события пройдут с Петровской площади на сцене. В этом году День города пройдет без полюбившегося азовчанам фестиваля Содружества. Кроме этого, в связи с реконструкцией Петровского бульвара с привычных мест будут перенесены прогулочные зоны и точки продаж сувенирной продукции. Есть предложение для рассмотрения перенести данные локации либо на Петровскую площадь, либо на улицу Сдержинского, начиная от Петровской площади до Турецких валов. При этом хотелось бы также рекомендовать музею-заповеднику азовскому принять участие в организации мероприятий, сосредоточенных локально на территории крепости Азов. По словам директора Азовского музея-заповедника Евгения Мамичева, уже ведется подготовка очень интересного праздника, который может органично вписаться в День города. Дело в том, что по научным данным нынешней осенью исполняется 750 лет со времени образования Азака. Мероприятие, которое предлагает музей, позволит участникам окунуться в атмосферу средневекового города. 2019 год объявлен президентом России годом театра, а донским губернатором – годом народного творчества в Ростовской области. Организаторы Дня города решили объединить эти две темы. Основная концепция концерта пройдет в формате показа через театр видов искусств, творчества, самодеятельного, народного. Есть идея концепции в том, чтобы представлять наши творческие коллективы народные через театральные приемы разных способов театра. То есть мы хотим познакомить тем самым горожан с еще одним искусством, которое мы никогда не презентовали – это театральное искусство. Тем более, что наш театр стал победителем в том году конкурса всероссийского, областного. В этом году он представлял Россию на международном фестивале театра. На галоконцерте запланировано в том числе выступление приглашенных гостей. А салют не станет финальной точкой. После него народ обычно не спешит расходиться, поэтому праздник будет длиться еще целый час. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Спасибо. Продолжение следует...